Итак, заключительный день World Cyber Games. В битве за третье и четвёртое место, как и год назад, сошлись Вьетнам и США. Первые две карты прошли в равной борьбе 1-1. На третьей карте чуть сильнее казались американцы, а на четвёртой два ваншотных танка не решились проверять, кто из них удачливее, и игра закончилась ничьей. И, наконец, блестящий захват на пятой карте отдал победу в руки американцев. 3-1 и третье место второй год подряд достаётся США. Чемпионский титул по World of Tanks разыгрывался на главной сцене, и зал был забит до отказа. После того, как немцы разгромили россиян, стало понятно, на простую победу Украине рассчитывать не стоит. Матч обещал быть крайне интересным. На Химмельсдорфе «Сталкер» и компания почти захватили базу, но немцы сбросили таймер в последнюю секунду. А потом подорвали оставшиеся танки один за другим. Затем ничья на Руинберге. Третья карта — Ласфель. Украинцы попытались вскрыть немецкую оборону, атакуя с двух флангов, но как только защитники поняли, что танки противников разделены, они пошли в атаку и без проблем разделались с ними. 2-0. Головы украинских болельщиков начали сидеть. Чтобы взять золото, команде Ру-Кластера нужно было одержать три победы подряд. Следующая карта — Энск. Немцы ожидаемо встали в деф. Украина аккуратно наступала на их позиции. Но ближе к концу матча немцы сами решили отправиться в атаку, которая обернулась катастрофой. Счет стал 2-1. На Утесе украинцы собрались и показали отличную игру. Немецкие танки кончились на удивление быстро. Счет сравнялся. В последнем решающем раунде танкисты вернулись на улицы Руинберга. Обе команды пошли в атаку на деревню. Украинцы приехали на позиции чуть раньше и встретили немцев шквальным огнем. 3-2. Украина. Чемпионы World Cyber Games. Ну а мы не прощаемся. Через месяц-другой вас ждет большой подробный репортаж о прошедшем чемпионате. Увидимся!